Третий вопрос. Нейрон как можно функциональной единицей нервной системы. Следующий вопрос. В функциональной единицей нервной системе в организме человека насчитывается более 100 миллиардов нейронов. Это много, но это ничего не говорит, а еще больше синапсов. А с этими нейронами давайте немножко вернемся. А ладно, разные нейроны, это вы без меня прочитаете. Читать сегодня сейчас не будем, да? И расскажете, особенно. Мы сегодня еще свои дополнительные знания из анатомии, так, да? Из гистологии. С этим количеством нейронов мы рождаемся, потом они убирают раньше нас. У меня, наверное, уже многое там умерло, да? С уже на вкоре головного мозга. Но одни нейроны все-таки живут недолго и регенерируют. Какие нейроны? Объединительные нейроны. Они живут месяца два, да? А потом заменяются на новые нейроны. Так что из каждого правила есть включение. Итак, что нам интересно. Первое, я уже много раз повторял. Ну, нейроны сейчас имеют сому, да? И отростки. Дендриты и аксоны. Ну, часто вы произносите дендриты. Это короткие, ветвистые отростки. И название поэтому у них дендриты, да? Дендриты и один аксон, у которого может быть много термин на жизнь, да? Своих отростков, да? Да, физиология важна. Первое, я знаю, что аксон один. Как искусственный нейрон, так и естественный нейрон. Имеет один аксон. Один выход. Ну, и что в ходах считается в нейрон? Это дендриты и сома. Соматор, интегратор. Но кто обрабатывает? Это все-таки сома. И в большом значении имеют аксонный холмик во всех наших моделях. А выход это аксонный холмик и аксон. Так, дальше. Основные свойства нейрона, как возбудимость структуры, это возбудимость, проводимость, автоматизм. То есть, у многих нейронов есть фоновая активность. Если у нас нет фоновой активности нашего головного мозга, то это именно с признаками смерти головного мозга. Так, да? Исфетический ответ. Ну, передача возбуждения. Следующий. И реформировал. Вот искусственный нейрон. Сейчас очень популярна эта тема, как математики, как моделирование, как, если хотите, в робототехнике, если хотите, в статистике, да? Вот такой вот. Но структура, опять, одинаковая. Ну, давайте следующий посмотрим. Видите, много входов. Например, они так рисуют, да? Много входов, причем неравнозначных, с разной важностью, да? И один выход. Ну, в наших схемах... Наших нет, давайте перед этим. В наших схемах мы лучше нарисовать вот так вот, подчеркнуть, на величие акционов, да? Опять, много неравнозначных входов, да? Ну, один выход. После интеграции вот этих вот всех входов. Следующий. Но, они должны понимать, в нейронной цепи сети, если последовательность объединены нейроны, это у нас нейронные цепи, но чаще всего, значит, терминали там раздраиваются, раздраиваются, и на много тысяч, скажем, нервных волокон они расходятся, да? И тогда образуются нейронные сети за счет вот этого дивергенции, дивергенции и, может быть, ганвервенции, да? Следующий вопрос. Основное свойство распространения возбуждения в нервной системе обязательно почитайте на странице 103-109, сейчас мы видим, да, и какие основные свойства при распространении возбуждения, значит, отдельно у вас вопросы будут, односторонность проведения, сумация и радиация и концентрация, окклюзия и обречения, последействие, трансформация ритма, принцип доминанты, синаптическая задержка, утомляемость, тонус, склоновая активность, пластичность и бла-бла-бла, да? Вот сейчас мы, вот это, мы должны сегодня все пройти, да? Так, ну все, наверное.